В ГИБДД подвели предварительные итоги года. Несмотря на то, что количество смертельных аварий в регионе снижается, пострадавших становится больше. Поэтому мы объясняли, что будем работать в это время, в таком месте и так далее. К сожалению, количество пьяных водителей у нас возрастает. Практически каждое восьмое дорожно-транспортное происшествие у нас произошло с участием пьяного водителя. В прошлом, ну там доли, конечно, цифры незначительные, сотые доли выше. Мы в этом году на два, на три человека дорожных больше. Но выявляемость у нас все равно, мы их все больше и больше выявляем. Водителей не пугает ни уголовной ответственности. По статистике, 8% смертельных аварий произошли в населенных пунктах. Остальные на трассах. Кстати, за 11 месяцев уходящего года только в Новосибирске было 69 ДТП с участием пьяных водителей. В таких столкновениях погибли 14 человек. Еще 81 получили травмы различной степени тяжести. Еще одна проблема – пассажирские перевозки. В регионе, поменея водителей автобусов, погибли 6 человек. В прошлом году их было 3. Опасения вызывает и аварийность среди пешеходов. В половине случаев люди погибли в зоне пешеходных переходов. В зоне особого риска дети в возрасте от 7 до 13. Именно они чаще всего попадают под колеса машин, причем по своей вине. 154 ребенка оказались в больнице. Половина перебегали улицу в неположенном месте. И почти все получили травмы во время школьных каникул, когда оставались без присмотра родителей. Больше всего инцидентов зафиксировали в Октябрьском районе мегаполиса. Во время каникул инспекторы будут еще чаще проводить профилактические рейды с детьми. А родителям напомнят, как правильно перевозить ребятишек. Из общего числа дорожно-транспортных происшествий почти половина из них – это случаи наездов на несовершеннолетних пешеходов. Причем дети при этом нарушали порядка 40% случаев правила дорожного движения, вследствие чего и попали под колеса автомобиля. Нередко сопутствующими факторами при ДТП становятся гололед, ямы, отсутствие освещения, даже некачественная уборка. К примеру, из-за снежных валов на обочинах водители не всегда могут вовремя заметить пешеходов, которые выходят на проезжую часть. Олег Крюков, инспектор дорожного надзора городского отдела ГИБДД, расскажет, в какие сроки собственник магистрали должен устранить выявленные нарушения. Снегоочистка проезжей части должна производиться в течение 6 часов после окончания снегопада. Снегоочистка тротуаров должна производиться в течение суток после окончания очистки проезжей части. Удаление снежных валов с проезжей части, сформированных во время снегоочистки данным нормативным документом предусмотрено в срок до 9 суток. Очистка дорожных знаков от снежно-ледяных отложений также должна быть произведена в течение суток. Сотрудниками госавтоинспекции города Новосибирска за зимний период 2020 года, то есть начиная с ноября этого года, в адрес должностных и юридических лиц, ответственных за снегоочистку, за производство работ по зимнему содержанию, подготовлено и выдано более 400 предписаний. Также по недостаткам, выявленным в ходе содержания уличной дорожной сети, вынесено 16 определений о возбуждении административного дела по статье 12.34 за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Между тем, столичная ГИБДД провела опрос водителей, и почти половина из них признались, что во время поездки часто отвлекаются от управления. Чаще всего автомобилисты переключают внимание на общение с пассажирами, поиск радиостанций, отправку СМС и разговоры по телефону. При этом большинство опрошенных уверены, что это не мешает им контролировать ситуацию. 76% респондентов признались, что не ответят на звонок только в условиях плохой видимости или высокой интенсивности движения, а 24% водителей возьмут трубку даже в такой ситуации. Однако даже малейшее отвлечение от дороги может привести к трагедии. Водители, которые пользуются телефонами во время движения, отвлекаются на разговор, происходит дорожно-транспортное происшествие, и из-за этого велик рост получить травму при таком ДТП. Водители, которые привлекались к ответственности за разговор по телефону, у нас выявлено за 11 месяцев 1 тысяча таких водителей. В течение всех новогодних праздников инспекторы ДПС будут работать в усиленном составе и устраивать масштабные проверки в ходе операции нетрезвый водитель, автокресло или же нелегал. Самых злостных нарушителей мы обязательно покажем в эфире. Экипажи уже начали предлагать водителям пройти тест на трезвость. Если количество спирта в выдыхаемом воздухе составит больше 0,16 единиц на литр, автомобилисту грозит лишение прав и штраф в размере 30 тысяч рублей. В случае повторного управления машиной в состоянии опьянения автолюбитель может попасть в тюрьму. В первую очередь экипажи будут выставлять на автомагистралях с плотным трафиком, а также на небольших улицах, по которым лихачи часто пытаются объехать посты ДПС. 31 декабря и 1 января они будут патрулировать места возможных массовых гуляний, хотя такие и запрещены из-за пандемии. В новогоднюю ночь на линию выйдут не только патрульные автомобили, но и пешие экипажи. Особое внимание уделят пешеходам. В течение выходных инспекторы будут контролировать и центр города, и спальные районы. У ГИБДД напоминают, праздники не повод пренебрегать безопасностью. На этом у меня пока все. Присылайте свои истории и вопросы на почту редакции. В студии работала Анастасия Бойко. Не нарушайте правила, помните. Дорога всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами. До скорой встречи ДПС на ОТС. ДПС на ОТС.